Ну вот мы и вернулись, я очень по вам скучал, если вы тоже накидайте лайков и комментов, а если почему-то впервые видите эту уже легендарную рубрику, то срочно подпишитесь, мы начинаем обозревать уже шестой сезон подряд. Ну а стартовая Еврофутбольная неделя подарила нам продолжение плохой формы Ливандовского во встрече с сопротивлявшимися всеми способами Хитафи, поймавшего мяч руками в центре поля и офигевшего от своего поступка Арауха, триумфальное возвращение Ди Марии в Бенфику с победным голом в Суперкубке, Арабский Кубок Чемпионов, где мы еще лучше рассмотрели составы Аль-Хилляля, Аль-Насра и Аль-Футбола в целом в этом регионе. В Англии мы увидели третье подряд поражение в комьюнити-шилд от Манчестер-Сити, новый футбол от Тоттенхэма, старый добрый дубль в первом матче сезона от Холланда, ну и очень солидный Нью-Кассел. В России всех повеселил Спартак, который сначала в фонбе от Кубки России устроил перестрелку с Пари-НН, а потом в РПЛ отдал очки Уралу на последних минутах. Ну и закончим обзор Франции, где Луис Энрике, видимо, решил сделать из ПСЖ сборную Испании. Тысяча пасов за матч, под 80% владение мячом, унылый 0-0. Надеемся, что с вернувшимся к тренировкам Баппе голов будет побольше, чем с Ликан Ином и Асенсио в атаке. Хорошо, когда расширяется не только живот, но и зона доставки еды. Да, Васян? А вот у наших друзей из футбенд, например, так. Теперь приготовят и доставят круглосуточно не только по всей Москве, но и в Алматы, например. И кое-где еще. Знаю, там есть наши зрители. Знаешь что, Саша? А я люблю вкусную еду. Да, вот люблю, когда все просто. И чтобы в рекламе тоже было все просто. Если доставка, то круглосуточно. Если скидка, то на все-все заказы. Вот как с промокодом Мяч25Футбенд. Отличная скидка, многоразовая. Хоть каждый день пробуй новое на любые блюда. Футбенд много разной пиццы. Если хочешь вообще без мяса, грибная. Ну, типа полегче, ароматная такая. А хочешь мясная, чтобы нажористая. Не хочешь пиццу, вот тебе роллы с рыбкой, угрем, морепродуктами. В меню выгодные сеты чисто для себя или на всю компанию. Или вот сытные, полезные покебоулы Футбенд. С разными начинками, с лососем или креветками. И веганские есть, если кому-то нужно. Есть и лапша, вог с мясом и много закусок под футбол. Как наши любимые крылышки барбекю и другие блюда из курицы. И летом не забываем про напитки, домашние морсы и лимонады Футбенд. Это прям хорошо в жару. Ну, а если вы мечтали открыть кафе с доставкой, вас интересует франшиза Футбенд. С ней можно открыть пиццерию в своем регионе. Ну, а если просто хотите поесть, заходим в Футбенд по ссылке ниже. Пишем промокод МЯЧ25 и будет скидка на все заказы. Приятного аппетита. Я буду пиццу мясную и домашний морс. Спасибо. А что, без мяса не хочешь? Давай-ка я вот пиццу и морс, да? Начинаем собирать состав, как всегда, с вратаря. И тут мы отмечаем Яниса Бласвиха из Лейпцига за игру в Суперкубке против Баварии. Да, по счету кажется, что РБ выиграл легко, но на самом деле по моментам люфтинцы были лучше. И без сейвов немца Лейпциг вряд ли бы смог выиграть свой третий трофей в истории. В защите левого фланга отдадим Бену Чилвелу за очень классный матч против Ливерпуля, где он отдал ассист на Дисоси, создал на пару с Рисом Джеймсом очень много моментов и даже забил гол, увы, отмененный из-за небольшого офсайда. Если бы не Алисон, думаю, Чилси бы дожал соперника и победил благодаря игре Бена, который, кстати, заканчивал матч с капитанской повязкой. Справа сыграет незаслуженно забытый топ-клубный Вандерсон из Монако, который в встрече с Клермоном на стадионе, по картинке напоминавшим коробку где-нибудь в спальном районе, круто подключался к атакам и сначала забил гол с пасом Минамино, сравняв счет, а потом успел среагировать на неудачный кросс и отдал пас на победный матч Бенгидера в этой игре. В центре обороны мы точно возьмем игрока нового клуба Патрика Вейера-Страсбура, Абакара Сила. Команда обыграла дома Лион, в том числе благодаря самоотверженной игре в обороне Ивуарица. 6 из 6 отборов у него, 2 перехвата и 2 выноса. Просто красавец. Может, кто-то помнит этого парня по прошлогодней Лиге Чемпионов в составе Брюге, вышедшего из группы с Атлетико и Байером. Тогда Сила была одним из лучших в составе Бельгийцев. Вторым центральным защитником в команде будет Мухтар Диакаби, который в гостевом матче Севильи, правда, играл больше в опорной зоне, но справился так хорошо, что не дал развернуться Ракитичу и компанию. Забрал почти все верховые дуэли и даже забил гол, подключившись к атаке и подставив ногу под мяч удачнейшим образом. В центре поля опорную зону доверим Родери, который после Холланда с Дебройне становится третьим по важности в нынешнем Сити. Он делает на поле все. Забирает мячи, отдает голевые, забивает, опускается в оборону и с каждым сезоном становится круче в каждом из этих аспектов. Не зря человека признали лучшим игроком прошлой Лиги Чемпионов. Рядом с ним сыграет один из героев нулевой ничей Ларьяна с ПСЖ, капитан гостей Лоран Абержель. Он просто пахал за двоих, сделал четыре отбора и целых семь перехватов, плюс два удара заблокировал. А еще в первом тайме, в одном из эпизодов, после своего прессинга, нанес самый опасный удар в матче, попав в штангу. Ну и самый высокий процент передач в команде тоже у Абержеля, 92. Отличный поединок от капитана. Над ними сыграет Дани Ольма, который просто провел матч жизни против Баварии в Суперкубке, оформив первый хитрик в карьере. В двух первых голах будто показал Вернеру пример, как расторопно должен действовать нападающий в штрафной. А потом еще реализовал пенальти, убивший интригу в этом матче. В тройке нападения точно будет Анхель Ди Мария с его перформансом в матче спорта. У аргентинца 5 обводок, 5 заработанных фолов и 10 выигранных игроборств. А самое главное, победный гол. Даже не скажешь, что Анхелю 35 лет. Просто парень в самом соку. Слева место займет Александр Иса. Конечно, весь Ньюкасл был очень хорош в игре с Астон Виллой, но швед был по-королевски хладнокровен. И особенно это проявилось в случае с третьим голом команды, когда он забил черпачком. От парня прямо веет классом и уверенностью. Очень хочется поскорее увидеть его и партнеров в Лиге чемпионов. Ну и роль центр форварда исполнит Криштиану. Человек, как никто в футболе, любит и хочет побеждать. В этом он точно лучший в мире. На неделе в Кубке Арабских Чемпионов сначала вывел свой Аль Нассер в финал, а потом и в решающей игре, когда его команда была в меньшинстве, оформил дубль и даже без мяча хорошо поработал. Выиграл 5 из 7 единоборств, 3 из 4 верховых дуэли, заработал 5 фолов и сделал 2 перехвата. Если бы не сумасшедшая заряженность Рона, Аль Нассер точно не взял бы трофей. Вот таким получился стартовый состав первой команды в сезоне со схемы 4-3-3. Есть тут и легенды, как Роналду и Ди Мария, есть ноунеймы типа защитника Страсбора, потенциальные топы, как Вандерсон, топовые, как Родри и Ольма, работяга Диакобит, системообразующий латераль, как сейчас модно в лице Чиллова и будущая суперзвезда Исак. В общем, в этой команде есть все, а главное – баланс, за отсутствие которого вы часто нас ругаете. Тренерам же предлагаю назначить Марко Розе за смелый футбол против Баварии с классным прессингом, за мотивацию РБ в перерывы, когда команда вела в счете, но в итоге не сильно расслабилась во втором тайме, за отличную игру новичков – Зайвальда, Опенда, Симонса и ход с Симаканом в центре обороны. Теперь только осталось добавить лейпцу густабильности, и кто знает, может и в этом сезоне мы вновь получим интригу Бундеслиги. Ну и куда в нашей команде без рубрики Фонбет? Посмотрим на главные матчи этой недели. Завтра в поединке за Суперкубок Европы сойдутся Ман-Сити и Севилья. В субботу порадуют крутыми вывесками в России и Англии – Динамо ЦСКА, Краснодар Локо, Тоттенхэм МЮ и Ман-Сити Нью-Кассел. Ну и завершится неделя еще одной суперинтересной встречей в РПЛ. Друг с другом сыграют два главных фаворита чемпионата – Спартак и Зенит. Москвичи и питерцы на протяжении сезона наверняка будут преследовать друг друга. Так же, как и наш легендарный хоккеист Александр Овечкин. Он сейчас преследует Уэйна Грецки в списке лучших снайперов в истории регулярного чемпионата НХЛ. Перед началом нового хоккейного сезона Фонбет организовал мероприятие под названием «Великая погоня», посвященное этой бомбардирской гонке. На нем выступил и сам Овечкин, заявивший, что сделает все для того, чтобы взобраться на первую строчку. До рекорда осталось 73 шайбы. Пожелаем Александру удачи. Ну и напомню, что ссылка на Фонбет и приветственный бонус внизу. Ну а мы продолжаем. Список запасных откроет Энцо Фернандес. В матче с Ливерпулем среди полузащитников обеих команд было видно, почему именно он стоит больше 100 миллионов. Какая же у аргентинца культура пасса? Какое первое касание? Какое умение протащить мяч? А ведь с приходом Кай Седо у Энцо появится еще больше свободы, и тогда мы увидим его наилучшую версию. Следующий здесь Сандро Тунали с отличным дебютом за новый клуб, где он открыл счет в игре с Астон Виллы. Пока их троица с Геморрайшем и Жой Линктером кажется чуть ли не самой сбалансированной в лиге. Ну а если итальянец будет продолжать так эффективно подключаться в атаку, то сороки могут и в этом сезоне замахнуться на топ-4. В этот список должен попасть Малком, который только перебрался в Альхилай и уже в четырех матчах подряд сделал все для побед команды. Забил по голу в четвертьфинале и полуфинале Кубка Арабских Чемпионов. Проигранный в финале старался как мог и пасом Черпачком организовал отличный гол. А сегодня, когда мы записываем программу, сделал хитрик в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии. Очень быстро адаптировался бразильность в новых условиях. А теперь представьте, что будет, когда к нему еще и Неймар присоединится. Конкурентов у Роналду все больше и больше. Еще здесь хочется отметить Джуда Беллингема, отличившегося в дебютном официальном матче за Реал. Да и игру англичанин показал настолько крутую, что даже не верится, что он в команде только пару месяцев. Джуд уже свой в Мадриде и мне очень нравится, как он раскрывается в роли свободного художника в схеме 4-4-2 с Ромбом. Ну и замкнет список запасных дуэт из Брайтона. Мой любимчик Каора Митома и Паскаль Гросс. Парни показали, что даже несмотря на уходы Макалестера и Кайседо, эти двое могут отдать 11 ключевых за матч и создать моментов на 6-7 голов, пусть и против новичка Лутера. Но это было очень круто и содержательно. Брайтон жив. И это в команду не попали Эрлинг Холмад, ну просто его дубль, это уже обыденность, а не событие. Бен Едер с двумя очень легкими по исполнению голами. Мэдисон с парой ассистов в дебюте за шпор. Фермино с хет-триком в первой игре в Саудовской Аравии. Ну и многие другие, о которых попрошу вас написать в комментариях. Также по традиции голосуйте в нашем телеграме за своих фаворитов из списка запасных. Ну а сейчас послушаем Сашу с рассказом о других интересных событиях в мире футбола. Всем привет и всех с новым сезоном. Первый обзор событий начнем с Эдуара Минди, привезшего гол в своей первой игре за Алях Ли. Круто начал. Ну а Висам Бен Едер из Монахо стал очередным футболистом, обвиненным в изнасиловании. Пока игрока отпустили под залог в 900 тысяч евро, но расследование начато, так что последим. А на третьем месте два хама из российского футбола. Для начала опустимся во вторую лигу, где тренер Костромского «Спартака» Владимир Тункин во время игры с Брянским «Динамо» обматерил судью. А когда тот подошел его удалить, наставник отобрал красную карточку и бросил в арбитра. В итоге Тункин получил четыре матча дисквалификации. А вот куда более серьезное наказание в теории может получить Артем Дзюба за вот такое дерзкое общение с журналистом. Артем, мне обидно слышать было от Шалимова слова, что ты забьешь не больше двух. Слушай, ты заиграешься, ты за телефон засунул одну мешку. Ничего, ну, то есть подойдешься. Я тебе предупреждал, пожалуйста. Дело в том, что согласно Уголовному кодексу РФ, за препятствие профессиональной деятельности журналистов и использование в отношении их угроз, Артему грозит до шести лет лишения свободы. Но мы, конечно, понимаем, никакого наказания Дзюба не понесет. Ни уголовного, ни даже репутационного. Ведь все уже привыкли к тому, что Тема не всегда следит за тем, что говорит. И снимает на камеру. Да и институт репутации у нас не особо работает. В той же Англии, поговори кто-то из игроков так с журналистом, его бы съели во всех СМИ. А у нас похитят и забудут. Тем не менее, Дзюби и Тункину за хамство по минус 10. На втором месте самая идиотская отставка этого межсезонья. На неделе из Вилверхэмптона за несколько дней до старта АПЛ ушел тренер Хулин Лапитеги. Главная причина в том, что Хулин был недоволен транспорной политикой клуба. У нас нет основного плана, а запасной заключается в том, чтобы клуб зарабатывал на продажах игроков. Мы уже много продали и не подписали равнозначной замены. И если взглянуть на трансферы Волков, то с Лапитеги трудно не согласиться. Летом ушли Рубен Невиш, Натан Коллинз, Конор Коуди, Рауль Хименес, Райан Джейлс, Жао Маутиньо и Диего Коста. Клуб заработал больше 100 лямов, но кого Лапитеги получил взамен? Выкупленного Кунью, его тренер, кстати, не хотел видеть, и Бубакара Трааре из Меца? Ну, класс. Конечно, в таких условиях Лапитеги работать не захотел, поэтому и ушел. Но зачем руководство уморочило ему голову и обещало футболистов, а в итоге разорвали контракт за пару дней до старта сезона? Бред. Ну и помимо босса Волков отдельно хочется отметить Жоржа Мендеша. Ведь его деструктивное влияние на клуб очевидно. Поначалу, когда португальский агент только зашел в клуб и приводил в команду за адекватные суммы качественных игроков и по совместительству своих клиентов, это давало плоды. Волверхэмптон занимал приличные места и добирался до 1-4 лиги Европы. Ну а со временем Мендеш получил слишком много власти в свои руки и потерял связь с реальностью. Отсюда и странные переходы, вредящие клубу по типу выкупленного Куньи за 50 лямов после двух голов в АПЛ. Мендеш, получив больше влияния, стал думать только о своей выгоде. Такое бывает не только в политике, но и в футболе. Португальскому агенту и остальным людям, принимающим решение в Уолверхэмптоне, минус 50. И на первом месте серьезные травмы топовых игроков. На неделе Бавария получила неприятный апдейт по Нойеру. Его восстановление затягивается, и Ману пропустит еще минимум 8-10 недель. Кристоферу Мкунку после травмы в товарищеском матче сделали операцию на колени, и теперь он пропустит около 4 месяцев. Это, конечно, дико обидно. На предсезонке француз смотрелся ключевым игроком синих в атаке. Но самый сильный удар в плане травм пришел у себя Пареалу. Сначала в четверг днем громыхнула новость, что Куртуа порвал кресты на тренировке, а уже в субботу в игре с Атлетиком такую же травму получил Эдер Мелитао. Да, на замену Куртуа взяли Кепу, а вместо Эдера может сыграть Рюдигер или Начо, но все равно потери слишком серьезные. За два дня Мадрид лишился почти на весь сезон двух игроков основы, одного из лучших вратарей мира и ведущего защитника команды. Просто ужас. Нойрун, Кунку, Куртуа и Мелитао здоровье, ну а вся эта ситуация с их травмами минус 100. Теперь добавим позитива в выпуск на третьем месте удивляющий Фиорентини Кокорин. За время, проведенной в Италии, Саня успел стать мемом. О голах и ассистах в серии А речи не шло, и даже в товарищских матчах форвард не впечатлял. Но теперь после успешного вояжа на Типр Кокорин, кажется, перезагрузился и круто смотрится в предсезонке. В конце июля он забил в контрольной игре с Катанзарой из серии Б, а на неделю отличился в двух матчах к ряду с Офьей из высшей лиги Греции и с Сестри Леванте из итальянской серии Д. Понятно, что соперники так себе, но Кокорин явно в хорошей форме, и уверенности у него сейчас куда больше, чем на старте карьеры в Италии. Кто знает, может Фиорентино все-таки оставит Сашу и даст ему еще один шанс. Будем надеяться, а пока Кокорину плюс три. На втором месте пара супер-трансферов недели. Усман Дембеле за 50 миллионов отправился в ПСЖ. Чем сильно расстроил Хави, можно сказать, реанимировавшего карьеру француза, но обрадовал Энрике. Ведь Усман идеальный футболист для футбола испанца. Единственный минус – травматичность Дембеле. Да, будет играть круто, но вот сколько матчей в сезоне – вопрос. А главное – Харри Кейн на неделе спустя столько лет ушел из Тоттенхема. Об этом трансфере мы давно мечтали. Бавария все-таки сумела продавить Леви и за 100 миллионов забрала его главный актив. Трансфер идеальный почти для всех сторон. Да, шпоры лишились лидера, но получили за него большие деньги, чего не случилось бы следующим летом. Ведь Кейн стал бы свободным агентом. Бавария закрыла проблемную позицию одним из самых сильных форвардов Европы. Ну и для самого Кейна трансфер в Мюнхен – это стопроцентная гарантия трофеев, которых 30 годам у Харри до сих пор нет. Теперь точно отыграется за все годы в Тоттенхеме. В общем, поздравляем Баварию и Харри с супер-трансфером, им, а также ПСЖ по плюс 100 за отличные сделки. И на первом месте крутые старты сезона от Роналду и Месси. Лео разобивался в Америке, у него уже 8 голов в первых 5 матчах за Интер Майами. На неделе в Кубке Лиг оформил дубль с Далласом в 1-8, в том числе и вот такой гол со штрафного положил, переведший игру в овертайм, и отличился во встрече с Шарлоттом в 1-4. Кажется, Месси будет разносить местные турниры весь сезон. Страшно, сколько рекордов он способен установить в МЛС. Ну а Роналду показал, что готов к сезону на все 100, зарешав в решающих матчах Кубка Арабских Чемпионов, включая победные голы в полуфинале и финале. В итоге Рон стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами в шести встречах. Кажется, португалец окончательно справился со своими ментальными проблемами после скандального ухода из МЮ и полон уверенности. Тем более, как мы сказали в подкасте про саудовский футбол, сейчас в лиге, в отличие от прошлого сезона, появилась большая конкуренция, ну а для Рона это лучшая мотивация. Давно я не видел Криштиану таким довольным и заряженным. Будем с интересом следить за регендами в новом сезоне, а сейчас Месси и Роналду за уже показанную крутую игру по плюс 300. Команду худших в первом туре предлагаю не собирать. Ну, все-таки команды только вкатываются в сезон. Да и не все топ-лиги стартовали. Кандидатов маловато. Ну а ругать в очередной раз Ливандовского или игроков ПСЖ не очень-то хочется. Пусть парижане сначала решат проблему со своей примой, а уж потом-то мы их как следует пропесочим. На почетное звание лучшего футболиста первой команды недели в сезоне будут претендовать Родри за топ-матч против Бёрдли, Дани Ольма за триумфальный хит-рик в ворота Баварии и Криштиану Роналду за классный турнир в целом и конкретно за дубль в финале Арабского Кубка Чемпионов. В рубрике «Гол недели» набралось много интересных хайлайтов. Тут вам и отличный мяч Букаю Сака с Ноттингемом, и необычный удар Беллингема с отскоком от газона ворота Атлетико. Голь Мишаэля из Альхилляля Альнасру с паса Малкома был также достаточно красив. Издевательский парашютик Исака над Мартинесом тоже сюда возьмем. Ну а закончим топ-голом Кенни Лаладну, для которого его новый клуб Брест обыграл Ланц. Ну а с вами сегодня были Васан Далан и Саша Журавлев. Помнится, в первых выпусках прошлого сезона мы даже пробили отметку в 300 тысяч просмотров. Может, повторим? Покажите всю активность под роликом. Ну и подписывайтесь, кстати, на мой телеграм-канал «Москвичиндус». Там я очень честно и страстно говорю о футболе.